Пермский край На сегодняшний день активную позицию в реализации проекта технопарка в сфере высоких технологий ведет компания «Марион Диджитал». Достаточно эффективный проект, достаточно опытная управленческая команда. И вот пока данный технопарк еще и не состоит в реестре технопарков Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Но ввиду того, что буквально в июне были приняты изменения федерального закона промышленной политики о технопарках в сфере высоких технологий, а сейчас вырабатываются требования к таким объектам, я думаю, что в ближайшее время в реестре Минпромторга одним из первых появится такой технопарк «Марион Диджитал». Вы сказали про особую экономическую зону Перм. Она совсем недавно вышла в состав Ассоциации. Что это дает нашему региону? Может быть, как вы можете со своей стороны оказывать поддержку? Вообще комплекс таких мер дает возможность региону привлекать крупных, серьезных инвесторов для реализации инвестиционных проектов. Отсюда идут и рабочие места, и налоги, и снижение социально-экономической напряженности. Конечно же, сейчас уже инвестор смотрит, где ему реализовывать свой инвестиционный проект, и для него эти моменты очень важны. Потому что те преференции, которые дает особая экономическая зона в рамках налогов, они достаточно весомые. И, конечно же, бизнес пойдет туда, где, помимо того, что ему предоставят комфортную инфраструктуру, транспортную, коммунальную и так далее, где есть еще и комплекс мер государственной поддержки. Если это крупный бизнес, то, наверное, он зайдет в особую экономическую зону. Если это бизнес поменьше, малый, средний, возможно, что это резиденты либо технопарка, либо индустриального парка. Ну и самое главное, мы сейчас с вами говорим про площадки, где ему локализовать это производство. А получить статус участника промышленного кластера он может и, независимо от того, каким резидентом он является, особой экономической зоны, технопарка и так далее. Есть сотрудничество, например, у Татарстана с Узбекистаном. Вот международное сотрудничество ассоциации имеется, и, может быть, это как-то позволит регионам также выходить на новый уровень. Вы знаете, на сегодняшний день нет проблем вести международное сотрудничество. И любая страна, будь то Россия или Арабские Эмираты или Узбекистан, готова принимать у себя инвесторов, которые бы что-то локализовали и начали что-то производить. Но, вот я уже неоднократно на наших дискуссионных площадках, на питерском форуме, здесь говорю о том, что, знаете, ДКМИ тоже готовы у себя на территории, в той же особой экономической зоне Пермь, приглашать и реализовывать различные инвестиционные проекты из-за рубежа. Но здесь важно понимать, а что производить, что нужно бизнесу, что нужно экономике. Поэтому, когда такой вопрос мне ставят со стороны наших зарубежных партнеров, я им отвечаю так. А давайте вместе мы посидим с вами и проанализируем технологические и производственные цепочки. Что вам было бы интересно получать из России, а что нам было бы интересно получать из вашей страны. Где-то компетенции, где-то сырье. И поэтому вот этот спрос на ту продукцию, которая на сегодняшний день востребована будет в тех же Арабских Эмиратах, или Узбекистане, или в иной другой стране, или республике, это как раз и есть ключевое. Ради чего бизнесу туда идти. Ну и, конечно же, если от государства будут определенные преференции, меры поддержки, то это только лишь поспособствует скорейшей реализации данного проекта. Мы уже затронули тему Марион Диджитал. Были ли вы в Перми, может быть, лично ознакомились? Да, конечно. Мы хорошо общаемся с руководством управляющей компании данного технопарка. Это очень вдумчивая, очень системная команда, которая с нами на постоянном контакте. В данный момент мы как раз занимаемся выработкой требований к технопаркам в сфере высоких технологий. И только за последний месяц мы, наверное, раза три уже встретились для того, чтобы обсудить, а какими обладать должен этот технопарк требованиями, как они должны быть взаимовязаны с мерами государственной поддержки. Что от этого самое главное получит бизнес, регион и обычные люди. А один технопарк на регион – это много, мало или достаточно? Ну, вы знаете, тяжело судить количеством. Надо, наверное, брать качеством. Потому что где-то есть и несколько технопарков и индустриальных парков, но загрузка, например, на 40%. Вопрос – эффективно, неэффективно? Ну, наверное, не очень. А если это, условно, проект, который на сегодняшний день заполнен на 100% и уже у компании есть мысли по масштабированию или расширению данной площадки, или созданию нового объекта, вот это уже другая история. Ну и повторюсь, Марион Диджитал – это же технопарк в сфере высоких технологий, это больше IT-отрасль, а есть еще малое и среднее предпринимательство, есть еще промышленное производство, так называемое «лайт индустриал». Поэтому такие площадки в любом случае нужны, их должно быть больше, потому что под каждый тип, под каждую специализацию было бы целесообразно создавать своего рода площадки по своему профилю. Поговорили про технопарки, про особую экономическую зону, но есть у вас еще и такая специализация, как кластеры. Вот как кластеры соотносятся с Пермским краем? Ну, как я и говорил, в Пермском крае есть два кластера. Один из них – промышленный кластер в сфере сельскохозяйственной деятельности, который включен в реестр Минпромторга России. А один – кластер, который, скажем так, носит статус территориального кластера фармацевтический. Значит, вообще промышленный кластер – это очень эффективный инструмент реализации инвестиционной политики как региона, так и любого бизнеса, который выстраивает свою бизнес-модель, который выстраивает свою бизнес-модель, понимая, а на каких технологических производственных переделах существуют проблемы, где нужно что-то импортозаместить. И вот как раз такую роль выполняет промышленный кластер в лице его управляющей компании. И вот хочу сказать, что уже с этого года в рамках нового льготного режима промышленных кластеров такой управляющей компанией может становиться фонд развития промышленности региона, который находится в равноудаленном состоянии от всех участников промышленного кластера и заинтересован более активно и эффективно работать как на межрегиональном уровне, так и на уровне государственного аппарата с точки зрения привлечения мер государственной поддержки для участников промышленного кластера, производителей той или иной продукции.